Культ, 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 культ поход В Кирове 12 часов и 5 минут, да, это программа Культ Поход, которая выходит у нас каждую пятницу в это время И вас приветствует ведущая, Светлана Дождевых и Владимир Сметанин Знаете, Светлана, у меня сегодня с утра вертится в голове одна песенка Так Хотите несколько строчек? Потому что, потому что всех нужнее и дороже, всех доверчиво и строже в этом мире доброта. Помните такую песенку? Да, помню. Песенка Фунтика, да? А все потому, что сегодня день спонтанного проявления доброты. Не хватает нам этого качества зачастую в нашей жизни. Давайте будем добрее друг к другу, да? И вот так по-доброму, с теплом мы сегодня будем приветствовать нашу гостью, да? Сейчас ее представим. Да, у нас сегодня в гостях Елена Отногулова. Это архитектор выставочных пространств, историк архитектуры. Я еще знаю, что Лена наша землячка, и закончила выдающееся такое учебное заведение Академия художеств в Санкт-Петербурге. И очень интересно будет сегодня, я думаю, с Леной обсудить, как учиться в Академии художеств и что такое сегодня архитектор. Добрый день. Давайте друг друга поприветствуем. Где люди добрее, в Питере или в Кире? Провокационный вопрос, Владимир. Где можно так вот? На улице, например. Если что-то случилось, можно ли попросить подойти к какой-то помощи? Добрых людей хватает, я скажу. Хватает, да? В каждом городе. И это главное, на самом деле, что они вообще присутствуют в нашей жизни, и что это норма все-таки, к которой мы стремимся. И что касается разного обучения, я сначала заканчивала здесь училище, после чего поступала в Академию. Художественное училище. Затем поступила в Академию. И что в училище, что там в Академии. Между студентами всегда вот есть добрая взаимовыручка. Это всегда, значит, помогает в разных ситуациях. Вот это, да, это нечто не оцениваемое. Ну, списать друг другу, дать там что-то, не знаю. Скорее срисовать. Срисовать. Срисовать, вернее, да. С языка взяла Елена. Специфика у художников есть, да. Срисовать лучше что-то. Однако в реальной жизни этого лучше не делать, особенно архитекторам, потому что если один архитектор срисует у другого здания, то мы увидим два одинаковых, например, в разных частях города. Это будет уже называться плагиат. Ну, плагиат, да, конечно. А, кстати, как у архитекторов? Они как-то вот ацарские права сразу фиксируют на свою работу? Как это вообще устроено? Да, это устроено. Чтобы не слезал кто-то другой. Ну, во-первых, есть профессиональная этика. Вот, хотя мы, например, можем увидеть у некоторых зданий как бы похожести. Вот, но это скорее приятный факт, я думаю. Конечно, нам всем хочется индивидуальности и архитекторам тоже. Но вот эти вот как бы проявления, что ага, тут, значит, классный приём у коллеги взял, это скорее про уважение и такой вот реверанс, что ли, в сторону мастера. Вот, каких-то неприятных я бы не отмечала, что были какие-то неприятные случаи. Но в целом, вы знаете, до 19 века, до 20 века вот этот стиль эклектики, да, это же... Смешение, да? Да, смешение, заимствование. Это скорее была норма. И вот профессиональное общество, оно как бы делилось и подсматривало друг у друга какие-то классные приёмы для того, чтобы в своих будущих проектах подойти к какой-то, ну, вот, эталонной, как бы, форме, которая даст, может быть, начало какому-то другому стилю. Вот. У Пабло Пикассо по этому поводу есть замечательная фраза. Он говорит, что плохие, хорошие художники копируют, а гениальные воруют. Так, ну, понятно. То есть, да, если... Ну, хороший он там вот подсмотрит и скопирует, просто использует точно так же, как у другого. А вот гениальный, он как раз сворует какую-то идею, да, из неё уже превратит свой какой-то новый эталон. Да, да, знаете, это как, я бы сказала, в садоводстве, что ли, да, то есть у нас там плод вырос, у него семена есть, и значит, вот эти вот семена, и таким образом, которые мы там посадим, вырастет другое растение и так далее, то есть это цикл, который питает, ну, как бы от одного переходит к другому и воспитывает, и вот это вот всё, то есть... То есть эталон это до сих пор не найдено? Идеал-то не достигнуть, это процесс, видимо, бесконечный. Хороший философский вопрос, да, который существует в этом как раз философском поле. Я думаю, это классно, что как бы мы стремимся к этому недостижимому эталону там или раю, и это на самом деле стимулирует всех творцов, и не только творцов вообще, да, то есть мы с вами стремимся к доброте. К критерии этой доброты, да, мы формируем каждым шагом, как бы к которым стремимся, и как бы идём вперёд к этой доброте. Ну, не будем ещё забывать, что архитектор всё-таки зависимый творец, да, при создании каких-то произведений, он зависит от заказчика, это может в разной степени, он зависит от политической ситуации, и поэтому, соответственно, эталон-то тоже, к которому стремится, тоже он меняется. Вот, вспомним, что в советскую эпоху русский авангард, и всё-всё менялось кардинально, то есть наша архитектура там такие кульбиты совершала. Это правда. Да, мы все существуем в контексте, это действительно так, вот, но, к счастью, как раз вот это стремление к индивидуальности, к индивидуальным проявлениям всё-таки... Так, сейчас подберёмся. Основа какая-то, да, ну, желание, главное, наверное, стремление. Да, 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 вот это желание и проявление воли, да, это то, что... Главная мечта архитекта — это воплощать индивидуальные, собственные проекты, я понимаю. А как сейчас вот, Елена, у вас специфика — это архитектор выставок. Вообще, кто это такой? Чем занимается архитектор выставок? Нужен ли он музеям? Зачем вообще, откуда появилась такая специальность? Давно ли она вообще у нас существует? Да, отличный вопрос, потому что, когда я представляюсь как вот архитектор выставочных пространств, там, минутная пауза, там, вот это вот всё, Люди переваривать начинают сначала, да? Да, да, да. Что такое выставочное вообще пространство? Собственно, я это и обозначаю как там пространство и понимаю это в широком смысле, да, есть музеи, это здания, которые вот с этой специальной функцией показывать и кроме этого там сохранять то искусство и то наследие культурное, которое у нас есть, но есть вообще-то сам город, он также является выставочным пространством. Мы видим рекламу, это тоже часть как бы вот нашей культуры, То есть любое место в городе, любое место практически в городе, да, там, вне зависимости что-то там парк или оживлённая улица, да, та же квартира каждого из нас, я не знаю, но мне тоже кажется... Конечно, мы проявляемся... Границ не существует просто-напросто. Да, вот именно этой репрезентацией, вот, так что как я себя вот представляю, что я работаю с пространством, где можно как-то вот выставить, представить культуру, представить то, что меня интересует, что интересует моих коллег, вот, например, Светлана, мы с вами работали над выставкой «Спрятавшиеся церкви в Вятке». Это был замечательный опыт, потому что мы смогли представить наш вот интерес, да, к старым зданиям, нашего, значит, наследия, которым мы дорожим. Вот. Светлана, помогайте. Давайте напомним об этом проекте. Да, да. Возможно, у него будет какое-то продолжение. В апреле прошлого года действительно мы реализовали совместно, да, с Еленой проект, который назывался «Спрятавшиеся церкви в Вятке». Это была фото-выставка, которая проходила в библиотеке Герцена. Между прочим, она еще не закончилась. Да, интерес к ней был настолько велик, что она уже сменила третью площадку, и сейчас до сих пор еще можно ее посмотреть, потому что переехала в художественную школу по адресу Спасская, 32. То есть сейчас она там. Да, да. То есть этот проект, он вот живет, и он готов, и благодаря Елене и ее подходу, не знаю, дизайнерскому, как вот архитектурному, мы смогли, ну, Лена сейчас лучше объяснит, как можно... В чем уникальность? Да, как можно представить здание обычное архитектурное на выставке, и так, чтобы это было как-то очень интересно. Скажу от себя, в чем была идея этой выставки. Эта идея была показать здания, в которых раньше находились церкви. Домовые церкви, это такие церкви, которые находились в каких-то учреждениях, в организациях. Сейчас они, конечно, после революции все были закрыты, и сейчас это обычное здание. Но вы должны понимать, что где-то вот с этой стороны этого дома в этих двух комнатах когда-то было освещенное пространство. Иногда это выделялось архитектурно, иногда нет. И на самом деле у нас таких зданий 16. Ну, вот давайте какой-то самый известный или одни из самых известных назовем, что сейчас. Слушатели, могу представить, о чем идет речь? Самая известная это Веденская церковь, которая находилась в корпусе пединститута. Ну, бывшие епархиальные училищи, сейчас это 14-й корпус ВИАГБУ. Прекрасноармейская и Ленина. Красноармейская и Ленина, да. Вот там 214-й кабинет, это церковь. А кафедра истории и политических наук это место алтаря. Это современно. Почему переехала выставка на Спасскую 32? Потому что в этом здании находился детский приют и если вы зайдете со двора этого дома, вы увидите Благовещенскую церковь тоже конца 19-го века. Та же сельхоз, ну, бывший сельхозинститут сейчас, да, готов, обладает зданием Паурицкого 36, корпус, в котором северные окна, три северных окна, это тоже бывшая Софийская церковь домовая. И таких я примеров могу продолжать долго, потому что было 16 церквей и в отличие от самостоятельных приходских церквей эти все сохранились. Да, все эти здания сохранились, да. Вот, у меня была идея как культуролога вот показать, открыть, да, эти места, но я абсолютно не знала, как это вообще сделать с точки зрения художественной, архитектурной и в этом плане мне как раз и помогла Лена и, конечно, опыт был замечательный, абсолютно. Так, Елена, сейчас вы поделитесь подробностями своей работы, своего видения, да, что вам дало участие в этом проекте? Я в первую очередь хочу отметить, как зажигательная Светлана рассказывает про свой проект, на самом деле это ключевое, вы встречаешься с кураторами выставок, у которых есть материал, смотришь в их глазах и они такие, ну вот понимаете, у нас такой материал, и понимают, да, вот это вот отношение глубокой любви к тому, чем человек занимается, культуролог, это то, как бы, что вот я чувствую, я понимаю, что вот нужно так это представить, тот материал, который у нас есть, чтобы зрители также смогли проникнуться и полюбить то, что они увидят. То есть, я благодаря, значит, своим навыкам и инструментам работы с пространством смотрю в первую очередь на помещение, где мы будем размещать выставку. Конечно, это основа, да. Да, но дело в том, что вот такие нюансы, как правильный свет, правильный масштаб, это то, что влияет на восприятие. Кроме того, есть траектория движения посетителей, да, это то, с чем, как бы, я работаю. Это то, что зритель может не замечать, но он вообще-то в пространстве находится во власти архитектора. Уже, извините за мою, такое как будто... Ну, надо понимать, раз ты переступил порог, значит, все, ты уже... И тобой, да, и тобой начинает управлять. Ты подчинен уже, собственно, виденью, да, того человека, который создал вот это все-то. Да, и вот архитекторы, обладая вот этими инструментами влияния, они стараются, и я в частности, да, подвести зрителя таким образом, чтобы он как бы понял и полюбил этот материал, который мы показываем. То есть основная цель представить, и я хочу заметить, что вообще функция вот музеев и экспозиционных пространств, она со временем изменилась, если в первую очередь, то есть первые музеи, например, кунсткамеры, которые, ну, там, в России они пришли с Петром, они были для того, чтобы как бы показывать, удивлять, то есть это кюриосити, это про удивление и про хранение, шокирование, да. Сейчас музей на себя берет функцию образовательную, и вот, ну, не то чтобы шокировать, но показать тоже, удивить. И поэтому сейчас в экспозициях чаще всего мы видим не там массу материала, не вот этот объем, который мы часто наблюдали в советских музеях, да, а такие как бы точечные показы, но они эмоционально влияют гораздо сильнее. И архитекторы, я в том числе, да, мы используем вот эти инструменты свет, как подсветить правильно, потому что не всегда материал можно с помощью прямого света представить, только с одного фасада. Есть такие, ну, скульптура круглая, да, мы ее чаще всего воспринимаем все-таки с фасада, то есть мы посмотрели, ага, с лицевой стороны, вот, а они на самом деле кажутся плоскими, на самом деле, где-то, может быть, и некоторые так делают, показать просто скульптуру затылка, для того, чтобы, это же такой ход, да, ты показываешь, и тебе все равно хочется заглянуть, что там. Я думаю, что я понимаю, о чем вы говорите, ну, по крайней мере, отчасти, мне вот, например, нравится очень смотреть с тыловой части на памятник Сергею Мироновичу Кирову, у ЦУМа, да, вот мне он больше интересен, когда на него сзади смотришь, вот там у него, вот палец у него оттопыривается, это достаточно забавно. Да, так же, как и в случае с Кировым, да, то есть нам бы заглянуть, хочется подвести зрителя, чтобы он смог заглянуть туда, откуда он обычно не смотрит, то есть вот эта идея трансформации и изменения, там, угла зрения, это то, что... Цель, которую я для себя ставлю, да, и на спрятавшихся церквях вятки мы как раз старались эту тему также проработать, мы взяли несколько разного формата фотографий, первая была такой портрет, да, то есть художница, фотограф, которая создавала эту работу, она максимально близко подошла и постаралась, ну, вот как архитектура, это... Ну, вот как с фасада, да, там первая, первая самая большая фотография, она вот с фасада. Мы поменьше, мы как бы постепенно отдаляемся, то есть мы в небольшом пространстве, ну, вот с этой большой церкви, церкви постарались создать эффект как бы отдаления, то есть так, как будто мы близко подошли к зданию и затем мы постепенно отходим и как бы сначала мы встретились вот прям лицом к лицу, как встреча с другом, привет, рассмотрели все его вот черты лица там, которые изменились за какое-то время, так же с этой церкви, на которой мы смотрели, и затем мы как бы прощаясь и прощаемся, расходимся, и все равно мы же как бы после встречи немного у нас остается это впечатление от того, что произошло, от встречи с человеком, и вот этот флёр, да, он затем как бы с нами в памяти остается. Вот такая же задача стояла и на... В общем, Лена так все красиво и философски рассказала, я даже не знала, что за этим за всем и лежит такая концепция. Расскажу, что просто были большие фотографии, были маль, и вот большие это действительно портрет, маленькие это отдельная деталь, и был еще исторический текст, и это все было включено в единый композиционный, я никогда так не думала, я думала, что это у меня будут просто какие-то фотографии вот фасадов и все, ну как привыкли мы, да, как мы привыкли, да, и вот это Ленин решение. И еще скажу, что, конечно, когда Лена мне написала, что фотографии нужно сделать 60 на 80 сантиметров, это был такой... Огромный формат. Это такой шок, я думала, что ну какие-то, ну просто фотографии, я не задумывалась о размерах фотографии, что они могут каким-то образом влиять вообще на нас, эти размеры. 60 на 80, я думаю, боже мой, все делали, мы всю выставку делали за свой счет, и понятно, что эти 60 на 80... Чем больше, тем финансовые затраты, конечно, что выше. Да, финансовые затраты наши увеличили в разы, но когда мы повесили эти огромные фотографии 60 на 80, эффект был невероятный, то есть когда попадали в пространство вот этих огромных портретов этих зданий, на которые часто никто не обращает внимания, ну вот я тогда поняла, чем занимается архитектор выставок и зачем он нужен музеям. У меня небольшое уточнение, объекты снимались целенаправленно, да, то есть фотограф специально делал снимки. Да, да, совершенно верно, фотограф специально. Фотограф это была наша студентка специальности журналистика Катя Новоселова, это ее, по сути, была персональная выставка, ну вот так получилось, что оказалось у нас студентка, которая обладает профессионально фотоискусством. Шикарный опыт у студента, на самом деле. А такой прием, кстати, это чисто ваше изобретение? Или где-то подсмотрели, это уже какая-то, не знаю, может классический какой-то уже метод такой презентации материи, мне кажется, от материала шла, да? Ну да, это было от материала, то есть, конечно, в архитектуре такие приемы используются, но применительно к выставкам гораздо реже, то есть я бы не сказала, что я видела что-то подобное, тем более при работе именно с архитектурным материалом. Вот, но когда мы разговаривали с куратором, и я пыталась ловить это ощущение, ее переживание, вот там, по поводу церквей, как они менялись, вот, и что она хочет добиться, мне стало понятно, как с этим нужно работать. Вот. Ну, у нас есть еще одна идея, которую я надеюсь, ну, надеюсь, что Лена тоже нас в этом поддержит, уже готовим новую выставку, и фотограф уже тоже задействовал, новый проект, фото-выставка «Чугунная кружево-вятки», где будут представлены детали именно чугунных изделий дореволюционных, которые находятся в пространстве нашего города, и я очень надеюсь, что в этот раз тоже будем сотрудничать с Еленой, и написана заявка на грант, и я надеюсь, что мы получим поддержку. То есть в нынешнем году, если звезды сойдутся, вы будете его реализовывать? ответ, получит поддержку этот проект или нет, но даже если мы не получим поддержку, мы будем реализовывать опять на спонсорскую помощь, на собственное средство. Это, возможно, опыт прошлого проекта показал, что мы можем выйти в ноль. Не то, чтобы выйти в ноль, но сделать хорошо, качественно, добиться собственного успеха. И реализовать хороший проект, на нем, может быть, не заработать, но как бы какие-то, в общем, так. Если еще о каких-то других проектах, Елена, поговорить, что вызывает у вас особую какую-то гордость, я смогла, я добилась, за пределами нашего города. Да, у меня были крупные проекты, я сотрудничала несколько раз с государственным эрмитажем нашим, и в 21-м году мы реализовали выставку, которую привезли прям с острова Венецианского с Мурана. Это был очень большой и очень красивый проект. Мы показывали стекло. Стекло величайших современных художников. Там были Айвайвэи, Гошмуше, ну, просто первые величины. И это было красиво. Вот это было красивым, и это проект, который нам удалось реализовать буквально в кратчайшие сроки. то есть за, кажется, два с половиной месяца мы смогли три с половиной тысячи метров главного штаба сделать. Вот туда входило, насколько я помню, 12 помещений и очень большие объекты. То есть для понимания мы подвешивали из стекла объекты. Из стекла. И это были гигантские люстры. Вот, например, люстра Айвэвэя, но весила она порядка, я могу ошибаться, но это было что-то вроде от 600 до 800 килограммов. Мы подвешивали эту люстру, ну, хрупкую, это понятно, и на высоту 20 метров. Вот, то есть подрядчики, и я стояла с ними на крыше, вот, и мы прям, ну, как бы вешали, это с замиранием сердца все наблюдали. Ваша-то роль в чем заключалась? Непосредственно, не знаю, на кнопку нажимать подъемно в экран, чтобы ее там подвесить? Нет, сказать, сказать куда, но на самом деле я с Еленой работала. На определенную точку, на определенную высоту, определенная высота. Как ракурс, чтобы было у нее, да. Да, именно так, потому что, как бы, повесить люстру вроде просто, но вот как она будет восприниматься зрителям, да, какой эффект, вот, на какую высоту, то есть мы понимаем, что есть, конечно, средний рост человека, вот, но у каждого свой горизонт, и как бы, что в первую очередь попадет, там, какая часть этой люстры, из-за тем, как глаз будет рассматривать этот самый объект, это тоже очень важно, это то, что нужно понимать и представлять, поэтому, да, вовремя остановить, на самом деле, подрядчик, чтобы он, в общем, зафиксировал ее в нужном месте. 12 залов. Ну, кроме этого, вообще-то, я продумывала те конструкции, которые будут ее удерживать, это тоже была часть моей работы, вот. То есть они как часть композиции, да, получились или что? Нет, это, как бы, конструкции именно технического воплощения, то есть на 20 метров люстру снизу нужно, как бы, подтянуть, вот, и остановить, там, зафиксировать, то есть нужна лебедка, как это будет крепиться к балке, выдержат ли балки, это нужно было продумать, вот. Ну, и кроме этого, там, конструкции других объектов, я уже говорила, что люстра весит, там, от 600 до 800 килограмм, была люстра, которая весила почти тонну, и, как бы, сможет ли ее удержать балки, крыши, это тоже нужно было узнать, нужно было продумать, как распределить эту нагрузку. Это же вопросы безопасности и организаторов, и посетителей. Конечно, да, вообще, в музеях, особенно, мы проходим согласование с различными службами музея, где нам отдельная, там, подпись, служба безопасности, служба, там, даже страховщики, кажется, подписывают, пожарники, но и, кроме того, хранители, конечно, музеев, потому что все они отвечают за предметы, которые приехали на минуточку из Венеции, и, как бы, стоят просто миллиарды больших денег. Ну, да, разумеется, без большой подготовки, без определенного пакета документов, увы, это все нельзя выставлять. Опыт еще в каких-то крупных музеях, вот, Эрмитаж, это здорово, еще какие-то интересные были выставки. Да, ВДНХ, ВДНХ я участвовала в проекте, мы готовили выставку Тутанхамон, к сожалению, она, кажется, сейчас идет в Петербурге, вот, но на тот момент я участвовала именно в выставке, которую показывали ВДНХ, по-моему, она полтора года шла, и это была, ну, была выставка шоу, что называется, кроме этого, я сотрудничала с другими петербургскими музеями, музей блокады и обороны Ленинграда, была замечательная выставка про полевые типографии, вот, это было интересно, мы даже с хранителями на пол напечатали вот эти дороги фронтовые, по которым вот эта вот типография перемещалась, то есть, это было изображение, мы сделали практически 3D этой дороги, и вот зрители заходили в здание, они прям прокатывали, ну, проходили по этой дороге, по этому пути, это очень важно, потому что, когда мы находимся в условиях, как бы, музея, да, нужно показать, как бы, вот тот материал, где он находился, вот этот контекст, о котором мы говорили, полевая типография, да, какие условия, и нужно погрузить, для того, чтобы зритель, опять же, не смотрел на этот материал просто как на бумажке, потому что все это непросто, это огромный труд, это жизни людей, это то, что они переживали, вот, и, да, архитектор, декоратор и кураторы, они стараются максимально погрузить и приблизить, приблизить зрителя к этому опыту, вот, это, я думаю, сейчас, ну, это то, чем сейчас занимаются в музеях, мы стараемся приблизиться к тому, чтобы этот опыт передать, собственно, это и есть вот это образование, образовательная функция, которую я сначала обозначила, да, и вот многие мировые архитекторы также, как бы, хотят делать выставки и погружать своих зрителей, вот, я уже говорила про... Это такая тенденция, которая уже много лет наблюдается, да, полное погружение... иммерсивное, ну, сейчас так, ключевое это слово, иммерсивность, то есть стремя погрузиться, и поэтому многие музеи даже выходят на какие-то... выходят из зоны комфорта и начинают пускать ночью, например, потому что выставка предполагает, ну, там, какие-то показы шаманских, там, масок африканских, да, и вот решают, и решают, что это... более эффектно будет смотреться. Вот, Елена, не теряйте ли связь с Кировом, будут ли какие-то еще проекты в городе... А давайте мы об этом поговорим после небольшой рекламы, да, мы сейчас прервемся на полторы минуты, напоминаем, что у нас в гостях архитекторы выставочных пространств Елена Подноголовым, скоро вернемся. Возвращаемся в студию, это программа Культпоход, продолжаем общаться с нашей гостьей на проектах, которые в ближайшее время будут в Кирове, возможно, да, мы остановились. Да, мы говорили про свою сферу. Сейчас я работаю над проектом Детского художественного музея нашего братья Туснецовых, то здание, которое стоит в настоящее время в лесах, мы рассчитываем открыть его в течение этого года. Репинский особняк. Репинский особняк, верно, замечательно, просто потрясающее здание. Я счастлива, что есть возможность посмотреть его изнутри, потому что, да, там масса изменений, те, кто помнит его в советское время, проектная организация его там перестраивает, но, тем не менее, Анфилада, да, вообще ценная, ценная архитектурная как бы вот эта вот особенность, которая из дворцов Петербурга, да, вот она в провинциальном городе, воплощена, и она сохранилась. Это здорово видеть Карла Маркса на протяжении, ну, из всех там окон, такая панорама открывается, но ближе к музею, да. Чем концептуально он, возможно, будет отличаться, да, от всеми уже нам привычных вещей, да, музейных пространств? Ну, в первую очередь, развеска по стеночкам, вот, это то, что мы бы не хотели воплощать в музее, конечно, развеска на стенах так или иначе будет, но я стараюсь... Но в комбинации, возможно, с другими, да, какими-то приемами? с другими приемами, но это будет не просто развеска вот одного формата материала, там, листов и так далее, к счастью, у музея есть много материала, очень интересного материала, вообще, когда я увидела, ну, это было несколько лет назад, до вообще работы. Фонды, фонды, да, это... У нас есть дюрер, на минуточку, ну, то есть, это сокровище. Музею есть что показывать, и мы работаем очень плотно с кураторами, как бы этот материал представить. И у нас будет и иммерсивность у нас будет, у нас будет попытка увлечь работа со светом, и мы стараемся показать то, что зритель уже привык видеть определенным образом. Вот мы стараемся, чтобы он посмотрел на эти предметы по-новому, конечно, вот. И... Не спереди, а сзади, да? В том числе, о чем мы говорим. В том числе, да. Или, по крайней мере, походить, походить вокруг. Что еще? У нас концептуально заложены цвета, например, в этом проекте. В секретах, наверное, да, мы пока... Это же... Вообще, это впервые, да, озвучиваются пока вот эти все... Ну, хорошо, всех нюансов и трудностей не будем оглашать, да, но в общем и целом... Но ждем, ждем, да, что вот скоро в нашем городе будет открыт новая часть музея, и она будет создана под вашим руководством, и там что-то будет очень много интересного. А, кстати, да, я еще хочу задать вопрос. Вы наверняка, Елена, в курсе, что у нас в городе очень давно, уже долгие годы ведется эта дискуссия по поводу отсутствия вообще, в принципе, современных каких-то выставочных пространств, где можно было бы реализовывать такие идеи, настолько масштабные, настолько не имеющие границ, да, со светом, со звуком, с экранами и тому подобное и так далее. Вот ваш профессиональный взгляд, он нам нужен? Да, да, конечно, нужен. И я вот, когда меня пригласили к вам, я думала, вообще, какое мое идеальное представление, то есть, сколько музеев примерно в городе должно быть, в каждом городе. Вот я подумала, что нам, конечно, нужен, в каждом городе нужен краеведческий музей, художественный музей, академической живописи, академической скульптуры, то есть, это то, что происходило с искусством до 20 века. В идеале, конечно, еще в этом музее, чтобы было дело как раз авангарда, потому что это отдельная история. И музей, посвященный современному искусству, потому что я бы сказала, что вот эти музеи современного искусства, они же про нашу жизнь, на самом деле. Это максимально близкое к нам по времени исполнения искусства, это те проблемы, в которых, которые стараются решить художники, это те задачи, проблемы, в которых мы с вами живем сейчас. Поэтому, да, современный музей нужен для того, чтобы встречаться с этими проблемами, для того, чтобы задавать эти вопросы. В нашем городе какое-то время работал центр, культурный центр «Пятый этаж», который возглавляла Дарья Ткачеву. И, да, она ставила эти вопросы как куратор и художники из Кирова, те, которые родились в Кирове или живут, они старались ответить на эти вопросы и показывали свои решения. Мне кажется, это был очень... Да, и они причем искали новые площадки, то есть у нас нет, например, вот этого музея современного искусства, где показать эту выставку. А давайте мы наймем, то есть они делали выставку, я помню, эти копыли, да, замечательная, которая проходила в недостроенном здании, то есть это вообще были бетонные стены и... Тоже свой такой антураж. Это было потрясающе, все заходили на эту выставку и говорили, у всех была первая фраза «Я что, в Кирове?» Я... Ну, вот такого выставочного пространства, в котором так здорово и органично вписались объекты произведения современного искусства, это было абсолютно новым словом. Вот, это действительно было на пролетарской, здание на пролетарской, жилой дом, который строился и пока вот они достраивали, отделку делали, они сдали под эту выставку одно из помещений первого этажа. Я думаю, что это прорыв был для нашего города в плане выставочной деятельности. Согласна, согласна. Спасибо, что на самом деле вот эта фраза «А что, я в Кирове или как не в Кирове?» у меня сразу отзывается флешбеком, потому что следующий проект, который мы делали с Дарей и Сони Пикулевой в ЦУМе на верхнем этаже. Да, да. Выставка называлась «Следы жизни», я помню на открытии, а я на этот момент, это интересная история, подавала кураторам заявку как художник, написала свое, как бы, резюме, что я в том числе архитектор, и вот у меня уже были выставки, со мной связались и предложили выступить архитектору. То есть так вообще началось мое сотрудничество на вятке с культурными институциями. И мы сделали, мы воплотили там идею нашей выставки и создали такое пространство, когда зрители неоднократно говорили, это не в Кирове, это очень похоже на гараж, например, на московский. То есть нам удалось трансформировать помещение так, чтобы это, во-первых, чтобы оно стало выставочным, а не торговым, чтобы зрители, которые приходили, они отрывались и погружались. Там, да, это открытое было белое пространство с световыми эффектами, с ширмами, с белыми, с такими, я помню, это действительно было очень здорово. И выставка субъекта в изгнании, которая, наоборот, проходила в бывшем домике, на Ленина 67, это вообще бывшая обычная квартира. Ну вот, за неимением как бы отдельного дома, музея современного искусства выходим через аренду оригинальных помещений, которые существуют в нашем городе. У нас, я думаю, полторы, еще минутка, по крайней мере, есть. Мне бы сейчас, не знаю, в такой профориентационной, что ли, плоскость хотела бы перевести. Очень интересная получилась беседа, конечно же, с нашей гостьей, с Еленой. Вот если кто-то сейчас заинтересовался, да, и хотел бы заниматься, ну, этим поистине специфическим видом деятельности, да, я думаю, что архитекторов выставок не так много. Это штучный экземпляр, да, наверняка. Да. Что нужно делать, как нужно работать, чтобы достичь, не знаю, вот попасть на ваше место, да, выучиться? Какие навыки нужны? Что касается, ну, в первую очередь, это любовь, как бы, к музеям и желание работать с этими институциями. Там есть своя специфика, вот, и кроме этого, достаточно иметь образование архитектора. Конечно, мне академия очень сильно в этом помогла, потому что она не ставила каких-то узких рамок, что-то вроде, вот мы только там дома строим. Нет, это был определенный подход и философия, то есть расширять свои базовые академические знания и интересоваться другими выставками в других странах, другим опытом. Ну, и, конечно, я думаю, что специальное образование можно получить, мне кажется, в школе Марш в Москве сейчас можно, у них есть отдельная кафедра, которая посвящена этой теме. Вот, ну, и углубляться, интересоваться, ну да, любовь к музеям обязательно. Да, ездить, посещать интересные выставки. Ну что, спасибо, благодарим нашу гостью Елена Отнагулова, архитектора выставочных пространств, с удовольствием будем снова приглашать в нашу студию, рассказывать о проектах. Как только откроется Репинский особняк, ждем. Благодарю вас. Да, мы сегодня по верхам, есть куда углубляться. Ну, такое знакомство у нас сегодня получилось. Да, прекрасно. до свидания. Спасибо. До свидания. 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 Субтитры создавал DimaTorzok